Ребята, всем привет! Вы на канале Тэйчэй Китс. Сегодня мы продолжаем играть в мою кофейню. Итак, нам тут отчет показывают, что мы тут заработали 225 долларов монеток, но упустили заработок в 28 монеток. Ну ладно. Так, подробнее об упущенной. У нас нет какого-то аппарата для чизкейка. Ну что ж, сейчас мы это исправим. Ух ты, нам тут предлагают поиграть. Так, я посмотрела видео коротенькое и мне предложили сыграть. Давайте выберем вот этот. И нам дали 150 монеток. Ну ладно, в общем-то неплохо. Сейчас проходит какой-то праздник, цены на некоторых продуктах можно повысить. Отлично! Ого! Только на тортике. Нам необходимо купить чизкейки. Ну-ка, давайте посмотрим. Витрина для чизкейков стоит целых 600 монет. Где же их столько взять, интересно? Бен, веселый парень, недавно переехал в ваш город. Много говорил, но так ничего толком о себе не рассказал. Встречается с Мэри. Хотел поразить ее романтическим ужином при свечах, в аквалангах, на дне бассейна. Вы убедили его ограничиться чем-нибудь более традиционным. Намекните мисс Дит, что ее ожидает сюрприз. Так, да. А, ее сейчас у нас нету. Ух ты, у нас повысился уровень. Что мы можем ей улучшить? Или пока еще ничего? Ладно, ок. Поговорим с тобой. Категорически вас приветствую. Желаете чего-нибудь необычного? О, да! После того, как я попробовал чай с корицей, я стала ее поклонником. Даже вычитал новые рецепты. Например, например, корицу добавляют в американо с корицей. Правда, там есть еще какой-то ингредиент, но я его забыл. Окей, интересно ты мне тут так сказал. Так, ну-ка, что ты мне еще хочешь сказать? Добрый день! Ватсон, мы подаем американо с корицей. Принято! А вы держите кристаллики. Мне так у вас нравится. Я еще чаще к вам приходить буду. Спасибо! Ух ты, к нам пришла Мори Дит. Привет! Мы тут пообщались с Беном. И как он вам? Он забавный. Да уж, видели бы вы, как он смешно декларирует правила дорожного движения. А что он вам сказал? Он вам готовит сюрприз. Сюрприз? Уж не сделает ли он мне предложение? Нет, для этого мы еще мало знакомы. Скажу вам, что это был за сюрприз, когда приду в следующий раз. Окей. Так, Билл пришел. Привет! Привет, Билл! Чем могу помочь? Хочу стать ведущим викторины. И мне надо тренироваться задавать интересные вопросы. Можете задавать их мне? Отлично! Я буду придумывать по несколько вопросов каждый день. А за правильные ответы давать награды. Итак, ваш первый вопрос. Из чего делают шоколад? Хм, интересно. Ну, я думаю, ответ на этот вопрос знают абсолютно все. Конечно же, из какао. Да, совершенно верно. И вы получаете первое вознаграждение, 100 монет. Я буду придумывать для вас по три вопроса каждый день. Окей. А может быть у него есть еще вопросики для меня? Привет! Билл, вы знакомы с Прокофием? Да, я часто заходил в его кофейню до того, как она перестала работать. Почему она закрылась? Подробностей я не знаю. В один прекрасный день двери оказались заперты, и висела табличка «Продолжи помещение». Какой у него характер? Он очень веселый и остроумный, любит загадки. Мне, например, он нарисовал уравнение на кофейной пене. Если удавалось решить его, то я получал бесплатный десерт. И часто вам это удавалось? Довольно часто, но не всегда. Прокофий может поставить в тупик своими загадками. Ок. Викторина. Осталось попыток три. Улица, на которой жил Шерлок Холмс. О, конечно, это улица Бейкер-Стрит. Я думаю, это тоже знают абсолютно все. И вы абсолютно правы. Ваш выигрыш 100 монеток. Ок. Так, у нас осталось еще две попытки. Самая большая птица в мире. Ну, я думаю, здесь даже не стоит гадать. Конечно же, это африканский страус. Вы абсолютно правы. Ваш выигрыш 100 монет. Ок. И последний вопрос. Все планеты Солнечной системы вращаются в одну сторону, а это в другую. Какая планета ведет себя так? Ну, разумеется, уран. Совершенно верно. Ваш выигрыш 100 монет. Ок. Так, Билл хочет с нами еще о чем-то поговорить. Да. Привет, у нас есть свежие капкейки. Да, они вкусные. Вижу, у вас появилась корица. А можете добавить в меню капкейки с корицей? Конечно. Отлично, жду с нетерпением. Так, но они же у нас уже есть. Супер. Я тут скоро Wi-Fi сделаю, чтобы можно было не выходить наружу с утками. Держите награду за выполнение квеста. Кристаллик. Спасибо. Так, мы поднакопили немножко денег, и теперь нам хватает на витрину для чизкейков. Нам нужно купить тумбу. Ух ты, у нас новая тумба. Тумба Грация. Ну, давайте ее установим. По-моему, она даже посимпатичнее, чем предыдущая. Ммм, забавненько. Очень симпатично смотрится. Давайте установим чизкейки. Так, а еще мы можем купить еще барную стойку Грацию и столик для двоих зеркальный или деревянный еще купить. Давайте установим стоечку. Билл, привет. Что-то не так, Билл? Пытаюсь вспомнить, сколько стоит чай в вашем кафе. Мы можем повесить меню на стену и писать на нем цены. Это было бы отлично. Окей. Так, меню. Давайте ее установим. О, а что так низко? И что, будет все видно? Будет же не видно ничего. Так, ну давайте пока что ее установим здесь. Теперь мы можем повешать меню. Вот так. Кто тут к нам пришел? Прокофий. Здравствуйте. Хотите чизкейк, Прокофий? Да, я уже обратила внимание, что они появились в вашем меню. С удовольствием съем кусочек. А вы знали, что чизкейк – еда чемпионов? Нет, а почему их так называют? Считается, что первые чизкейки начали готовить еще в Древней Греции для спортсменов-олимпийцев. Его рецепт был описан в книге Марка Портия Катона Старшего о земледелии. Окей. Что-то еще? Хорошее у вас кафе. Прокофий, полюбуйтесь на нашу новенькую полку для наград. О, теперь вы сможете следить за своими достижениями и забирать награды за них. Да и еще один момент. Да? Когда будете просматривать награды, обратите внимание на кнопку с изображением пьедестала почета. Что в ней особенного? Нажав на нее и подключившись к Facebook, вы сможете узнавать свой рейтинг относительно других кофеин по всему миру. Каждая кофейня участвует в дружеском соревновании за звание самой лучшей. Вот, возьмите три кристаллика. Это небольшая помощь на вашем пути к успеху. Спасибо. Так, у нас осталось совсем немного денежек. И я думаю, можем на них купить парочку барных стоек, заменить старые. Окей. А старые, наверное, уже можно. Так, вы уверены, что хотите удалить? А мне за них что-нибудь... Мне за них даже ничего не дали. Что ж такое? Ну вот, я поднакопила еще немножко денежек. И, наверное, я могу и купить еще одну барную стоечку. Они ведь смотрятся гораздо лучше. Привет! Прокофий, оцените наш новый телевизор? Замечательно! Теперь посетители смогут наслаждаться своими любимыми передачами, не выходя из вашего кафе. Кстати, телевизор может принести дополнительный доход не только за счет увеличения чаевых от клиентов. А как еще? Вы можете получать кристаллики за просмотр рекламных роликов. Для этого достаточно нажать на телевизор. Окей. Привет, Билл. Мы повесили меню на стену. Ух ты! Как непривычно считать что-то со стены. Сейчас сфотографирую меню себе на планшет. Кстати, возьмите кристаллик. Спасибо, что сэкономили мою оперативную память. Благодарю. Так, нам тут хоть приходят еще посетители. Мы скоро заработаем уже много денежек. Мне осталось одну барную стойку поменять, чтобы все выглядело одинаково, красиво. Потом я, наверное, начну менять столики, тумбочки. И еще нужно поменять барные стульчики на грацию. Очень симпатичные. И столики я тоже хочу совсем другие. Я хочу вот эти, зеркальные. Пока что нужно поставить все самое необходимое. Ох ты, к нам пришла Мэри Дитт. Привет! О, похоже, у вас отличное настроение сегодня. В чем причина? Билл сделал мне предложение. Он пригласил меня погулять в парк, встал на колено, взял в зубы. Розу? Нет, свисток. Сыграл марш Мендельсона. А потом спросил, выйду ли я за него. И что вы ответили? Сказала, что мне надо подумать. Может, посоветуете, как мне поступить? Боюсь, в таких делах я не имею права советовать. Решайте сами. Я, наверное, соглашусь. Нет, я точно соглашусь. Мы скоро с ним встречаемся, и я отвечу ему да. Окей. Что-то еще? Привет. Вы уже дали Пену свой ответ? Честно говоря, я не до конца решила, что ответить. Мне нужно еще немного подумать. Привет. Что будете заказывать? Чай с корицей, пломбир, мороженое. Ух ты, у меня тут все кончилось. Ну, в общем, ребята, я, наверное, на сегодня заканчиваю играть. Вы были на канале ToyChai Kids. Спасибо, что вы меня посмотрели. Кстати, игра мне действительно понравилась. Очень даже клевая. Тут можно развить свое кафе, сделать его просто офигенным. Судя по тому, какие дальше будут предметы интерьера, то кафе будет выглядеть очень круто. Если вы уже играете в такую игру, обязательно пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайки под видео, если оно вам понравилось. В общем, вы были на канале ToyChai Kids. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok